Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. И также я бы хотел отметить то, что в том документе, который сейчас готовится Центром исследования правополитики по итогам всех дискуссий, связанных с подготовкой новой концепции правополитики, там этот анализ будет в любом случае представлен, так что все заинтересованные лица смогут с ним уже ознакомиться в письменном виде. Ну, будем так говорить, что развитие и административного права, и вообще современного взгляда на административное право во всех посоветских странах, это достаточно такой болезненный процесс, и был он тоже связан с тем, что тот взгляд на административное право, который существовал в советское время, и относил к нему также и небольшие правонарушения, которые, в принципе, больше относятся к уголовной сфере. Он, как-то так, будем говорить, коверкал представление о том, чем должна заниматься, допустим, та же административная процедура, административный процесс. И вот эти укорененные, что ли, позиции, они, стереотипы по поводу этого, в общем, может быть, можно назвать это определенной такой вот традицией, они, естественно, вносили постоянно сумятицу в процесс реформирования как административных процедур, так и в становлении административной юстиции. И я думаю, к сожалению, это продолжится и дальше, несмотря на то, что уже, в общем, основы нового понимания, они уже заложены, в том числе с принятием нового кодекса. Но хотел очень коротко остановиться на том, каким образом эти вопросы были освещены в предыдущем документе. И, может быть, это должно тоже быть каким-то такой отправной точкой, которая бы позволила в новой концепции более четко эти приоритеты зафиксировать. Потому что вот, что характерно предыдущей концепции, все, что касается именно административной сферы, было прописано очень-очень общее. И никакого, будем так говорить, четкого видения не было изложено. И поэтому этот процесс, он был связан с бурными дискуссиями. И по существу кодекс был принят одним из последних в цикле всех остальных мер по реализации концепции. Во многом это тоже было связано с тем, что фокус был больше на, как мне видится, на совершенственной административной процедуре, но именно в части создания базы для реализации государственных услуг, в том числе на основе различных новых технологий в онлайн-режиме. И здесь действительно был достигнут существенный прогресс. Что касается проблемных аспектов, это то, что по большому счету еще предстоит, наверное, тоже обращаться к тому, каким образом дальше должен развиваться кодекс. Потому что сейчас действительно он охватывает вопрос, связанный с административной процедурой и непосредственно нормами административно-процессуального права. И, в принципе, по этому поводу высказывались различные мнения, хотя, опять же, может быть, это не самый распространенный подход конструирования этих двух процедурно-процессуальных плоскостей в одном кодексе. Но, в принципе, в ряде стран такой подход используется и в данном случае, может быть, наверное, стоит на этом не зацикливаться. Но есть один вопрос, который, наверное, стоит все равно еще обсуждать. Это вопрос, который касается того, что очень многие административные внутренние процедуры органов публичного администрирования, они были включены в этот кодекс. И, по нашему мнению, это не совсем правильный подход, потому что, естественно, если мы говорим об административной процедуре, административной юстиции, то речь идет о взаимоотношениях гражданина, физического лица с государственными органами. И, соответственно, в данном случае не совсем, может быть, правильно в одном акте регулировать все эти внутренние отношения административных органов. По нашему мнению, они должны найти отражение в соответствующем законодательстве о деятельности таких государственных органов. Это один такой вопрос, который остается, мне кажется, нерешенным. Другой момент заключается в том, что в Казахстане до принятия вот этого кодекса существовало очень много различных законов, которые, и не только законов, которые регулировали какие-то отдельные отношения, взаимоотношения между частными лиц и государством. И ряд из них продолжает действовать. И в этой связи необходимо тоже достаточно много работы провести для того, чтобы уточнить предмет этих законов, в том числе, допустим, законов, связанных с обращениями, закон об обращении физических и юридических лиц. И, может быть, их трансформируют в несколько другие правовые инструменты. Вот эта область, мне кажется, требует более детального обсуждения. Другой аспект, на котором я хотел восстановиться, он касается того, что Казахстан достаточно быстро перешел к оказанию различных государственных услуг в электронном формате. И, соответственно, не всегда, будем так говорить, урегулированы вопросы, связанные с тем, каким образом могут быть те или иные решения обжалованы, если они были оказаны именно в электронном формате. И мне кажется, что в данной области те принятые меры, они сейчас недостаточны и требуют дальнейшего развития. Ну, это что касается каких-то вопросов, на мой взгляд, которые не нашли реализацию при реализации в рамках предыдущей концепции правополитики. И, видимо, должны найти свое отражение в следующей концепции. Я специально не затрагивал вопросы, связанные непосредственно с самим кодексом. Там есть, естественно, очень много революционных, прогрессивных положений. Они, в принципе, опять же, для всех участников нашей сегодняшней дискуссии, они известны. Ну, просто если перечислить, то это и касается того, что для принятия благоприятных административных актов предусмотрен упрощенный порядок. Есть право быть высушенным в случае возможности принятия обременяющего административного акта. А также в случае обжалования такого акта. Также необходимость обосновывать решения. Появляется четкий порядок соблюдения досудебного обжалования и так далее, и так далее. Вот. Я на этом останавливаться не буду. Наверное, вот такую предварительную презентацию я на этом закончу. А что касается непосредственно более конкретных предложений в отношении именно развития данной отрасли, я оставлю Роману, который в следующей презентации об этом поговорит подробно. Спасибо за внимание.